Мамам в декрете увеличат пособия по уходу за ребенком. Прибавка 9%. На первого малыша 605 рублей 99 копеек. На второго и последующих 692,56. На ребенка инвалида 779,13. Напомним, такой перерасчет происходит в Беларуси два раза в год. С 1 февраля и с 1 августа. В целом государство в 2023 израсходует на эти цели 2 миллиарда рублей. В стране вступили в силу новые правила купли-продажи БУ автомобилей. Изменения направлены на защиту белорусов от нетобросовестных продавцов. Теперь заключать договоры об отчуждении транспорта нужно в письменной форме. При этом те соглашения, которые оформляются между физлицами, могут проходить госрегистрацию не только в ГАИ, но и у нотариусов. Поезд Победы снова будет курсировать по территории союзного государства. Количество остановок ежегодно растет. Музей на колесах уже посетили свыше 65 тысяч белорусов. Концепция выставки – переход между вагонами, как перемещение от предвоенных лет до окончания Великой Отечественной. До этого в составе было 9 экспозиций. Сейчас готовят 10-ю – про трибуналы над военными преступниками. Областной тур республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси» проходит в Могилеве. 55 юношей и девушек со всего региона представляют свои инновационные разработки в 10 номинациях – от энергетики и здравоохранения до экономики и социальной сферы. Новый корпус экстренной хирургии построен на территории Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи имени Марзона. В нем будет предусмотрено все необходимое, в том числе разделение потоков пациентов, в зависимости от того, нуждается человек в стационарном лечении или может обойтись без него. К работе специалисты приступят уже в этом году. Готовится проектно-сметная документация. Закончить объект планируют в 2025-м. Продолжение следует...